Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Курахтианапа, поселок Витязева, на улице Почтовая 55А. Гостевой дом Ирина. Эконом отдых от 300 рублей с человека. Приезжайте, отдыхайте и это цены в июле. Съездим с вами на пляж. Двагис показывает нам 27 минут, либо 2,5 километра пешком до параллея. Мы в детстве ходили эти расстояния, нас они не пугали. Думаю, что большинство людей воспользуются маршрутками, благо здесь ходят две, 114 и 23 маршрут. На 23 вы сможете уехать до пляжа на улице Мира. Если вы приедете на машине, я думаю, что многие и будут рассматривать этот гостевой дом для отдыха с машины, потому что те же самые парковочных мест здесь прям очень много. Платить за них отдельно не надо. Смогут выезжать либо на дальние пляжи поселка Витязева, которые иногда называются Дикими. Я сегодня с утра там купался. Все шикарно, места много, парковка бесплатная. Либо, допустим, на Пионерский проспект. Сегодня мы съездим в пансионату Одиссея. Этот проход давно просили. И максимально тоже близкое место добраться до моря. Прежде чего, частный сектор, это, конечно же, много зелени. Заходим во двор. Здесь вы можете видеть, что все чистенько. В плиточке есть какие-нибудь скамейки, на которых можно посидеть. И начнем мы обзор с кухни. Место, где сесть покушать, есть газовые плиты, рукомойники, наборы посуды, телевизор, магнитофон, холодильники для того, чтобы ваши продукты оставались всегда свежими. Уходим. Я хочу вот сегодня даже такой более непрерывный видеосюжет сделать. И смотрите на дворовую территорию. То есть мы попадаем просто, как сказать, в сад. Здесь у нас зона отдыха есть. Большой огородик. Стоит мангальчик. То есть прямо здесь можете пожарить себе шашлычок. Есть лежачок для тех, кто захочет позагорать. Ну и качелька для детей. Также вот там такой прикольный детский шалаш. Сам сел, испробовал качельку в тенечке под виноградом. Это, конечно, дорогого стоит. Какая красота. Мы посмотрим вариант размещения квартиры. Либо, как ее здесь называют, люкс. Ведет наверх вот такая вот винтовая лесенка. Посмотрите, как сверху красиво смотрится. Вообще все в зелени. И заходим с вами, друзья. Здесь у нас кухонька, микроволновка, набор посуды. Может понадобиться в этом плане. С этой стороны у нас есть душевая кабинка, туалет, раковина и стиральная машинка. Дальше заходим в комнату. С правой стороны здесь стоит холодильник и вот такая просто огромнейшая комната. Есть плитсистема и телевизор. Также смотрим, здесь две комнаты рядышком. Здесь размещение, допустим, для родителей на двух человек. Места для хранения, то есть все есть. И еще одна комната. Здесь размещение до трех человек, то есть кроватка, диванчик раскладывается. Даже можно вчетвером спать. Еще одно место для хранения. Столик, чтобы накраситься нашим красавицам. И здесь можно тоже положить два человека, там два человека. То есть размещение в этой квартире до девяти человек. Стоимость в данный момент времени хозяева хотят за 2700 рублей. Всегда можно позвонить, поторговаться. Вдруг вы приезжаете на длительный период, едете один и хотите себе квартиру Витязева подснять. Ну, почему, собственно, нет. Места много. Двор зеленый, мангал есть. Сейчас посмотрим эконом номера. Есть такая вот прекрасная ногомоечка. Сполоснули ножки и пошли к себе в номер. Эконом с другой стороны у нас находится. Такая вот лесенка наверх поднимает. Тоже в зелени все. Вот эти мои применчательные частный сектор города Анапы. Поселка Витязева тем, что очень много зелени. И номера всего лишь четыре. И там вот эта квартирка. То есть все. Это все, что здесь сдается в этом гостевом доме. То есть предсистема. Место для хранения. Двуспальные и односпальные кроватки. Самое интересное, что мне сказали для всех отдыхающих. Приготовлены такие вот тарелочки с конфетками. Давно так заведено. И вот так встречают гостей. Стоимость такого номера тысяча рублей. Ну, можно поторговаться, ребят. Приехать отдыхать. В этом году у нас возможно все, как говорится, Витязева. Еще один номер. Можете видеть такого же оформления. Спецсистема. Две кровати. Одно-двуспальная и односпальная. Место для хранения. То есть все есть. Есть вариант еще вот такого размещения. Когда стоит три раздельных кровати. То есть можете приехать втроем. Заселиться за тысячу рублей. И отдыхать. Но очень хочется на море. То есть почему нет? То есть небольшие деньги для проживания. Если знаете где дешевле, сейчас пишите. Также есть конфетки. В каждом море сэкономите. На сладком. Как минимум. Это прям клевый комплимент. Я, честно, раньше никогда ни такого не видел. И здесь у нас тоже три кровати. Конфетки из плитсистемы. Конфетки в номер входят. Ну, конечно же, место для хранения. Так, теперь по удобствам. Где для этих номеров они находятся. Дорожка ведет к самим удобствам. Ведешь и прям вот честно, аж удовольствие какое-то получаешь. Потому что зелень чистенько. Классно. Смотрите, ручки помыть. Все есть. Вот так вот выглядит душевая. Еще одна душевая. И два туалета. И такой. Ну, то есть, все закрывается. Все с дырками. То есть, не переживайте. Просто пооткрывали, чтобы я не ходил, как говорится, не дергал. В общем, вот такой вариант размещения. Номер телефона напрямую. Звоните, приезжайте. Отдыхайте. Сейчас я вам расскажу об инфраструктуре. Что здесь рядом находится. Потому что здесь есть плюс. У меня тут даже любимый магазин моей жены имеется. В котором она фрукты. Там либо овощи покупает постоянно. И кофе дешево берет. На углу, во-первых, почтовая и черноморская находится сам перимагазин. Здесь продукты выглядят очень неплохие цены. В ту сторону 2 квартала находит магазин магнит. Туда 3 квартала пятерочка. 2 квартала свежее мясо и рыбный магазин. Вот сюда направо фрукты, овощи, которые любит моя жена. Напротив детского садика, кстати, по задней стороне он находится. То есть, тихая зеленая территория. Витязево. Очень классно. Магазин закрыт. Но что вижу, допустим, картошка по 30 рублей лежит. Помидорки по 75 есть. Огурцы по 45. Капуста по 25 рублей. Вот такие цены. Магазин хороший. Это Черноморская, 26. До моря. Смотрите, 23 маршрутка. Пляж. Она входит в то место, где Артур торгует шашлычком. На пересечении улицы Знойной и улицы Мира. И там вам останется чуть-чуть всего лишь пройти до моря. Вот вышли, сели на маршрутку, потом обратно наконец-то сели на нее и приехали сюда. Это один из вариантов, если вы приезжаете пешком. Второй, так же самое, остановочки. Сели на 114 и уехали на тот пляж, допустим, на который поедем мы с вами сейчас. Ну, либо на машине это дальние пляжи Витязева. Ну, либо тот же, который сейчас я поеду с вами. Поворачиваем на Черноморскую направо. Здесь, где у нас раньше был вход в виндзавод. Есть, кстати, тоже пекарня, кафешка, где покушать. Там продают фрукты, овощи, мясо. Тоже все рядышком находится. Здесь у нас с левой стороны еще один магнит. Фрукты, овощи, мясо. Еще одна точка. И здесь вот мы поворачиваем направо. То есть мы не едем через всю Витязева. Именно поэтому я еду на Пионерский проспект. А проезжаем по нашей объездной. То есть свободно, нет никаких пробок. Но, по крайней мере, их никогда здесь еще не было. У нас вот объездная очень сильно разгрузила наши Витязева. Уже возле Аквамарина. Поворачиваем на улицу Горького. И отправляемся в сторону Пионерского проспекта. По пути у нас встречается на Горького 91 кафе Пандо. Где можно поесть шашлык за 55 рублей. Вчера ел. Вкусно. Советуем. По главной уходим на Пионерский проспект. В сторону Жемчужины России. Вариант остаться на пляже Жемчужины России. Припарковавшись где-нибудь вот здесь. Похали в Селену. Проезжаем Одиссею. И здесь сейчас будет поворотик. Вот сюда направо. Либо вон там вот с левой стороны можно поставить на дороге машину. Что многие и делают. Эти паркуют. Потому что пляж довольно таки хороший. Поворачиваем направо. И здесь за счет того, что была уничтожена зеленая зона. Хотя она в принципе также является сейчас в кадастре. И в новом генплане зеленой. Но тут видите ведутся строительные работы. Обращался в администрацию по этому поводу. В администрацию мне сказали, что все незаконно. Будут останавливать сносить. Но как видите уже даже дома поставили. Строительство идет полным ходом. То есть у нас вот администрация не замечает, что сносят туи в зеленой зоне. Уничтожили лес. Ну ладно. Можно вот тут допустим в тенечке уже припарковаться. И будет вам тоже прям хорошо. Видите, кто знает, кто сюда приезжает припарковывается. И мы с вами уже находимся на пляжной зоне практически. Застроено все. Сюда вызывала в полицию администрация. Повторяюсь, эта зона даже в новом генплане зеленая. То есть здесь никаких строений, заборов, участков быть не должно. Но дальше начинается пешеходная зона. Выезд транспорта запрещен. И здесь есть настил. Настил, который ведет к пляжу Афалина. Время на часах 9-20 утра. И температура воздуха вот такая. 34. Поэтому всем говорю, друзья, приходите с утра. Максимум там до 11. И бегите с пляжа. Это мой любимый пляж. Я на нем провел очень много лет. И видел, как вот тут, чтобы вы понимали, вот так земля. И вот так вот посередине дюна тоже в кадастре. И типа продана. Я надеюсь, что все-таки ни у кого не хватит наглости. Начать здесь строительство. Значит, это будет просто война предпринимателями. Дюну вот это уничтожали очень много лет. Срубали деревья. Сейчас вроде бы остановились. Но видите, раздуло. Чтобы вы понимали, она раза в три была выше. Кто здесь бывал раньше, можете подтвердить мои слова. Пляж Афалина. Они в этом году сделали хитрый. Типа смустили влево проход. То есть нам что туда идти, что сюда идти одинаково. У них есть тут свой туалет. Слева Сибрис Резорт пляж. С этой стороны у нас санаторий Пламя. Потом идет Южный Парус. Одиссея, Селена. В общем, классное место. Я сейчас пойду на дюну поднимусь. Посмотрите, какая красота. Доброе утро. Прям щетка музыка прям классная. Сюда мы видим все наше шикарнейшее побережье. Чистейшее море. С той стороны у нас пляж Кавказ. То есть все можно на 114 маршрутке даже. Приехать и отдыхать, ребята. Сейчас давайте. Лютон! Ра-лайт. Ра-лайт. Они изменили. Люди потихонечку идут. Спускаюсь с дюн. Полет удался. Мы обходим с этой стороны пляжа Фалина. То есть могли бы сделать уже как-то, чтобы посерединке люди выходили, но Фалина решила, что пускай обходит наш забор. Люди отдыхают. Вот такие вот заборчики, ну просто символически. Это прям круто, чтобы люди знали, что здесь их территория там другая, если это так прям необходимо на пляже. Хотя, по-моему, все пляжи наши, российские. Слежечки здесь 200 рублей, можно снять на весь день. Ну и самое главное, конечно же, море. Вот это все территории, которые свободны для доступа. Отдыхайте бесплатно и кайфуйте от нашего моря. Сегодня вот я, как говорится, был на Тартурге, и там водоросли были под деревом. Сегодня приехал сюда. Смотрите, какая красота. Чистота и просто капитальный релакс. Ну, давайте по температурам. После Дюн, конечно, море кажется холодным. Температура воздуха 28,4. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Марат, я Суфи. Вот постоянно смотрю Юру. Здесь кайфово, прямое видео, вся информация всегда есть. Спасибо. Жак почем взяли? Жак здесь, чтобы принять. Хорошего вам отдыха, спасибо, что смотрите. А температура воды 22,5, друзья, показывает. Хорошего вам отдыха тоже. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пока-пока